Смотрите в выпуске. За что американцы ругают Дональда Трампа? Московские ученые обследуют уникальный уфимский дуб. И в Уфе обсудили будущее парковых аттракционов России. Как заявили сами лидеры, это лишь первые шаги к восстановлению отношений, безнадежно испорченных войной на Украине, Крымом, с санкциями, скрипалями и бог еще знает чем. К встрече было приковано огромное внимание всего мира. Еще бы, ведь договоренности между странами реально могут повлиять на международную ситуацию. От Сирии до Восточной Европы. Но встреча прошла, но недовольных ей в Америке неожиданно оказалось слишком много. Что? Кажется, Трамп теперь сам сожалеет о встрече, ведь американские СМИ его попросту уничтожили. Среди главных претензий его ответ на вопрос, кому он верит больше по поводу возможного российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Владимиру Путину или собственным спецслужбам. Я доверяя обеим странам, сказал Трамп и попал под шквальный огонь. Над якобы пресмыканием американского президента перед Путиным уже успели пошутить крупнейшие телешоу. Вообще, конечно, нервы у Трампа железные. С первого дня его президентства он находится под тотальным прессом. Любой его шаг рассматривается под микроскопом и обсуждается в негативном ключе. Он, конечно, сам любит подкинуть дровишек в Твиттере, но факт остается фактом. Сейчас он самый ненавистный президент в истории Америки. То ли дело у нас, рейтинги главы государства зашкаливают, недовольных не видно. В общем, все условия для плодотворной работы и построения прекрасной России будущего. Это бураф Преслера, приростной бураф, так называемый. С помощью которого сейчас мы отберем образцы древесины для установления возраста этого островозрастного дуба. Диаметр этой трубки всего 5 миллиметров. Для такого толстокожего великана это все равно, что укус комара. Он даже издает звук, похожий на писк. Эксперты Центра древесных экспертиз приехали в Уфу впервые. Здесь они проводят обследование дуба, который растет на улице Менделеева, недалеко от Лимонария. Его обнаружил Никита Волков со своим отцом. Они часто гуляют здесь. Задались вопросом, почему именно в этом районе растут такие мощные деревья. Уфимцы встречались с учеными, искали информацию в библиотеке. Посмотрели карты исторические Уфы. Самое интересное, что на древних картах леса не изображались. Леса мы обнаружили только на карте начала 19 века. И вот эти остатки леса, которые есть в Уфе, в Зеленой Роще, это по сути остатки того древнего леса. Это уникальное дерево как раз в силу того, что он находится на восточной границе ареала своего распространения, в республике и в Уфе. То есть за Уралом дуб не растет. Владислав Волков и его сын предполагают, что этому дубу 270 лет. Точный возраст определяют ученые. Они приехали по заявке, которую оставил Никита. С 2011 года в России работает программа «Деревья. Памятники живой природы». Ее эксперты провели полную диагностику уфимского дуба. Для этого они привезли уникальный прибор – резистограф. Он позволяет в буквальном смысле заглянуть внутрь дерева. Мы видим, во-первых, внешние признаки наличия гнили в стволе дерева. Это два дупла больших. Одно здесь, другое с той стороны. И наличие большого количества муравьев. Прибор резистограф показывает, что стенки у дерева, не сгнившие древесиной, разнятся. Где-то они толще, где-то тоньше. Вот, допустим, где только что я делал, мы видим, что стенка не очень большая – 13 сантиметров. Город плохо влияет на деревья. Утаптывается почва, асфальт нарушает газы и водообмен. Вред наносят также выхлопные газы и людям, которые портят кору и даже засовывают внутрь дерева мусор. Полная информация о состоянии уфимского дуба и рекомендации по уходу за ним ученые дадут осенью. Тогда же дерево, возможно, включат в реестр памятников живой природы. В будущем планируется создание даже туристических маршрутов по деревьям, памятникам. У нас, допустим, есть несколько дождерей в Пушкино, в Болдино. Это знаменитая усадьба, там Листница, по преданию посадочной Пушкиным. Возраст пока не считали, поэтому пока не знаем, мог он ее посадить или нет. Были, допустим, усадьбы Тарханная, как раз Пензенская область, это Лермонтов. Там растет вяз, который, ну, правда, он еще был совсем молоденьким, но, тем не менее, однозначно виден Лермонтов, который в то время там был. В Астрахани у нас был дуб, который считалось, что посадил Петр I, оказался он лет на 50-100 старше. Знакомясь с деревьями, можно еще узнать многие достопримечательности нашей Великой Родины. Владислав надеется, что наш дуб тоже станет известным. Ведь Уфу раньше называли имен Кала, то есть дубовый город. Такое прозвище он носил из-за крепости, сооруженной из дубовых бревен. К тому же и сейчас в обрамлении герба города есть дубовые листья. Если возраст уфимского дуба подтвердится, то на сайте Росдрева появится страничка с его характеристиками. И тогда о нем узнает вся Россия. Алина Таюпова, Ольга Пролеткина, городской телеканал ЮТВ. Парки, игровые площадки и аттракционы. Последние тенденции и современное оборудование. В Уфу съехались около 140 представителей индустрии развлечений, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы и поделиться опытом. Здесь ребенок сидел, здесь ребенок сидел. Сюда двое ребят залезли и тащили еще три тюбинга. В каждом тюбинге по человеку еще едет. Эта машинка справляется, везет по снегу. Владимир Столбов привез из Ижевска первый детский электромобиль, сделанный в России. Его кузов сделан из прочных материалов и способен выдержать удар молотком. Машина проста в эксплуатации и неприхотлива в обслуживании. А все детали и запчасти для нее можно легко купить. Мотор идет от «Жигулей», электромотору привода охлаждения, допустим, да. Реле стартера идет, «Жигулевская», защита тепловая. Ну, все просто. Вот пошел в магазин и купил. Ижевский мастер занимается аттракционами уже 18 лет. За это время видел немало китайских аналогов, которые быстро ломались. Поэтому и пришла идея создать неубиваемый электромобиль. Сейчас его детище представлено на летней международной встрече специалистов индустрии развлечений. Именно на этих мероприятиях, скажем, зарождаются новые идеи для развития парков, развлекательных комплексов, детских игровых каких-то центров. Всего у нас заявилось представители из 55 городов. То есть это Беларусь, Россия, Казахстан. И также есть зарубежные участники. Это представители компаний из Италии, из Испании. Уфа стала седьмым городом, где проходит подобная встреча. Ее организаторы считают, что столица Башкирии по развитию отрасли развлечения в чем-то опережает даже Москву. Уфе есть в городе расположены сразу два больших колеса обозрения, что даже Москва не может чем похвастаться сегодня, потому что в Москве сегодня современных колес вообще практически нет. Кроме того, с 2012 года в Уфе реализуется программа «Город в парке». За это время благоустроены 72 зоны отдыха. Подрачено более 2 миллиардов рублей. Все парки, скверы и аллеи объединяют в единую цепочку через пешеходные и велосипедные дорожки. Подобные примеры уже есть. Пешеходные зоны от парка имени Ивана Якутова проходят по бульвару Ибрагимову через сквер 50-летия Победы, сквер Барсам Революции, проспект Октября. Там обустроены новые скверики, сквер Уфимская верстта, сквер Зайнабишево, дальше есть по проспекту Октября парк Можита Гуфури, площадь Ленина, далее парк Победы и сквер на улице Первомайской. Зоны отдыха в Уфе благоустраивают в рамках проекта формирование комфортной городской среды. Изменения ждут Затонский сквер Волна, а реконструкция парка Кашкадан идет с прошлого года. Основным этапом на этот год запланированы работы по подготовке спортивного ядра парка Кашкадан. Это площадки пляжного волейбола. Дело в том, что в следующем году будут проходить международные детские игры, и наш город готовится к встрече маленьких спортсменов. Согласно дизайн-проекту парка, в нем перестроят зону аттракционов, появится амфитеатр с видом на озеро, пирсы, причалы, скейт-парк и смотровые площадки. Полностью Кашкадан преобразится к 2020 году, а прилегающий к нему территория еще через пять лет. Рустам Нурешев, Андрей Шуняев, Городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здраво! Меня зовут Мир Коздравич. Пять лет назад актер Жерар Депардия получил российское гражданство, сбежав от душащего французского налога. В Кремле объяснили, гражданство выдано за вклад в кинематограф. Но оно и понятно. В 2011-м сыграл российского Распутина, кроме того рекламировал российскую мебель и съел шляпу с российским кетчупом. Ты же не увидишь, как патчи на картошку рекламируют? Или дендель пончики? Ну знаешь, пока мне платят, мне пофиг что играть. Ну да. Да, звездных ролей, конечно, поубавилось. Но зато с жильем проблем не было. Актера прописали в новостройке Саранска, в квартире у своего российского друга, директора Госфильмфонда России Николая Бородачева. А после визита к Рамзану Кадырову, тот после зажигательной лесгинки сделал Депардье почетным гражданином Чечни. «Страна больших возможностей. Великая страна. Я уже как дома». И подарил ему пятикомнатную квартиру в Грозном. После этого различные СМИ писали о том, якобы Депардье продал квартиры и перебрался в Бельгию. Однако сам Депардье заявил, что квартиры он не продавал. Ты зачем? Он и без того смог себе позволить дом в Бельгии, а также получить бельгийское гражданство. «Ваша национальность?» «Я не церковь». «Поэтому вы гражданин всего мира». Однако недавно стало известно, что французский актер попал в число должников по налогам и сборам в Мордовии. Исполнительное производство в отношении Депардье следует из записи в базе данных было начато 13 июня. Однако уже 28 июня оно было прекращено, поскольку у должника нет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Связаться с актером пока не удается. Неизвестно, что станет с квартирой в Саранске. Тем более, что сам актер недавно заявил, что намерен стать гражданином Алжира. Актер говорит, «Вскоре я буду жить в Алжире. Это прекрасная страна, историей которой я всегда интересовался». «Говорят, у тебя французское лицо». «А-а-а, спасибо. Досадно только, что у меня алжирская шея вечно борется за независимость от головы». Депардье в интервью одному из изданий говорил также, что готов умереть за Россию. Видимо, умирать за Россию Депардье предпочитает все же за ее пределами. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова